Морепродукты Надеемся, что вам оно понравится А я напоминаю, что вы смотрите программу «Китайская кухня», где мы учимся готовить китайские традиционные блюда Сегодня мы продолжаем наш рассказ о шандунских лакомствах И сейчас нам предстоит приготовить блюдо под названием «Вареное в сои мясо с каракатицами в горшочке» Итак, для сегодняшнего пиршества нам понадобятся каракатица, тушеное в сои мясо, душистый лук, зеленый лук и имбирь Мясо и каракатицы прекрасно сочетаются вместе И на выходе мы получим очень вкусное блюдо Вначале нам нужно порезать душистый и зеленый лук на кусочки Так Теперь зеленый лук Готово Затем Нужно проделать то же самое и с вареным мясом Далее нужно убрать кожицу с каракатица На эту процедуру уйдет немало времени Но удалить кожицу нужно обязательно, и это совсем не сложно Когда с этим будет закончено, основные приготовления будут завершены Во время полнолуния каракатицы опускаются на глубину около 50 метров А когда месяц не полный, они плавают на глубине около 20 метров По бокам каракатицы есть два плавника, которые разделяются в конце ее тела Эти плавники помогают ей сохранять равновесие во время движения Каракатица относится к классу головоногих моллюсков Но несмотря на это, она обладает развитым интеллектом Так, например, она может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки Что является средством защиты от хищников и одним из способов охоты Питаются каракатицы в основном крабами, королевскими креветками, мелкими рыбами и другими морскими обитателями Из-за способности менять свой цвет, каракатицу также называют морским хамелеоном Помогают поддерживать эту репутацию миллионы пигментных клеток Именно благодаря им каракатица может очень быстро менять свой цвет Редактор субтитров А.Семкин Теперь мы приступаем к приготовлению данного блюда Вначале нужно ошпарить тушеное мясо и каракатиц В воде их нужно подержать подольше Но желательно не передерживать Готово! Мясо можно вытаскивать Теперь выкладываем каракатиц Так, каракатицы готовы Вытаскиваем их А воду сливаем Далее наливаем на сковороду масло Когда оно нагреется, выкладываем лук и имбирь И обжариваем их Масло нагрелось, можно выкладывать Когда появляется аромат, значит они уже достаточно обжарились И пора выкладывать тушеное мясо Мясо также нужно будет обжарить до появления аромата Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, появившийся аромат символизирует, что мясо готово Выкладываем каракатиц Добавляем рисовое вино Две ложки Добавляем рисовое вино И бульон Далее нужно приправить Кладем соль Куриную приправу Сахар Соевый соус И все хорошенько перемешаем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok